Настоящая зимняя сказка в ретро-стиле для детей и взрослых. Торговый городок, или как его теперь называют Рязанская ВДНХ, в этом году обрел второе дыхание. Именно поэтому новогодняя атмосфера здесь продумана до мелочей. Торговый городок украсили более 160 елок, и мы сделали настоящий елочный красивый парк. Вся композиция посвящена у нас году семьи, так как 2024 год объявлен президентом годом семьи. И главная елка, 15-метровая наша красавица, она украшена советскими атрибутами, и мандаринами, и советскими посылками, конфетами, чтобы люди могли вспомнить ту эпоху, создать то настроение замечательное. Каждый день до 30 декабря здесь работает фудтрак. С 4 до 8 часов вечера любой посетитель совершенно бесплатно может попробовать вкусные пирожки и горячий чай. После прогулки по новогоднему городку. Со 2 по 8 января рязанцев и гостей областного центра ждут на анимационные представления с Дедом Морозом, Снегурочкой и их волшебными помощниками. Интерактивные мероприятия в торговом городке будут с 4 до 8 вечера. А в фудтраке на новогодних каникулах появится еще и безалкогольный глинтвейн. Кстати, в украшении торгового городка рязанцы приняли непосредственное участие. В декабре этого года мы запустили акцию по сбору советских игрушек. Все рязанцы, которые хотели поделиться своими семейными историями и ценностями, которые связаны с Новым годом, в виде таких раритетных игрушек, могли приносить их к нам в резиденцию традиций. И мы очень рады, что нашли такой отклик у рязанцев. И теперь в нашем креативном кластере можно увидеть такую елку. В резиденции традиций в новогодние праздники пройдут мастер-классы. Посетители смогут освоить технику шиловской лозы и изготовить памятные сувениры своими руками. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».